Привет! Я Милок, я Мбилок. Сегодня вам обрисую, как работают клетки. И в конце выпуска запущу конкурс! Представим, что клетки — это предприятие разных видов. Прокариотная клетка — аутскульная такая мастерская. Эокариотная — это более современный и сложноорганизованный цех. В обоих цехах стоят 3D-принтеры, рибосомы, печатающие белки для внутренних процессов. Оба обнесены ограждением с избирательной проницаемостью. Оно называется плазматической мембраной, которая защищает цеха и пропускает только нужные вещества. Если увидите в учебнике такую картинку, то это тоже плазматическая мембрана. Но по ней не очень понятно, как она работает. Другое дело — моя научная модель. Эта мембрана похожа на жидкую мозаику, состоящую из липидов и случайно накиданных в них белков. Давайте посмотрим, что внутри у современного цеха. В эокариотной клетке есть ядро. Это специально организованная комната с главным инженером и полками с чертежами, хромосомами. Тут хранится информация, что есть и как это работает на предприятии. На развитом эокариотном производстве работают и другие отделы, отвечающие за разные функции. Вместе они называются органеллы. Лайк за организацию и этому видосу. А как все устроено в паркариотной клетке? В паркариотной клетке отдельного кабинета в виде ядра нет. Информации тут меньше, и записана она в кольцевой ДНК. Посмотрите, бедолага-инженер сидит вместе с другими сотрудниками, из-за чего в его записях могут быть ошибки, которые повлияют на создание новых клеток. Поскольку наша маленькая мастерская часто находится в агрессивной среде, ей требуется дополнительная защита от агрессоров в виде клеточной стенки. Она есть почти у всех паркариотов. Закрепим. Прокариотная – это просто, из прошлого, клетка бактерий, в которой ядро отсутствует. Но есть дополнительная стенка. Эокариотная клетка – это сложная клетка всех развитых организмов со множеством составляющих. Или просто… Эу, чувак, зацени мое ядро! А теперь обещанный конкурс. Самый креативный комментатор получит от меня 3000 рублей на Steam-аккаунт. Только не забудь написать свою почту, чтобы я мог найти тебя. А теперь к заданию. Продолжи в комментариях рифму на тему биологии. Я – Милок, и дальше ждут твои варианты. Например, я – Милок, за биологию знаю чуток. Победителю отвечу в комментариях на следующей неделе. Кажется, у нас что-то вырисовывается. Пока! Пока!